Это мой автомобиль, который у меня в отпуске сломался, на который я заказывал двигатель для ремонта. Через двигатель 11, полный привод 2 литра. Двигатель 484. В интернете нашел объявление, отмазнул групп, солидная организация ООО, в Санкт-Петербурге располагается. Посмотрел там их адрес, связался с ними. Они мне прислали договор купли-продажи, договор оформлен как положено, там все есть, все реквизиты, банковский, юридический адрес, практический адрес, предоплата была предусмотрена, потом полная оплата, согласование параметров. И сначала общение с этой организацией не вызвало никаких сомнений, потому что связались инженеры, с ними обговорили, какой мне двигатель нужен, какой комплектации, сроки поставки. Ну, в принципе, общение было нормально. Я провел, согласно договору, первичную оплату. Мне сообщили, что, да, тот двигатель, именно который мне нужен, поступил на склад поставщика, все. Я произвел полную оплату договора, сомнение 2000, и все. И после этого начались одни катаклизмы, такие с общением. То не отвечали на телефон, потом, когда я до нее дозвонился, через неделю, сказали, что вот двигатель, там и партия двигателей зависла на таможне, потому что поставка планировалась, они изначально говорили с Европы, мне сообщили, что все-таки вышли они, сообщили код транспортной компании для отслеживания. И пришел двигатель. Вместо двигателя, я заказывал, я заказал у них двигатель, на черри тига свой, 14-го года, двухлитровый. Полная первая комплектация, то есть полностью с навесным оборудованием. Пришел голый двигатель от Жигули Пятеркины, ржавый, безголовкины. Я им сообщил, что так и так ситуация. Нет, это мы попутали, мы все доставим, все, и на этом полностью контакты все обрубились. Телефон они перестали отвечать. Я попросил своего знакомого, который находится там, ну, под Питером живет. Он по фактическому адресу, который был указан в договоре, съездил, посмотрел. По этому адресу вообще СТО находится. Претензию письменную написал, отправил по указанному в договоре электронному адресу. Ответа никакого не последовало. Я написал обращение в Роспотребнадзор и после этого написал заявление в полицию по возбуждению Головняна по факту мошенничества.